Я надеюсь, что депутаты ЗАГС-собрания сегодня поддержат инициативу о том, чтобы в Ульяновской области добавилось светлое время суток. Мы внесли, депутатные инициативы в Государственную обувь, вернее, вносим о том, чтобы внести поправки в федеральный закон о предчтении времени. К разъявлению это так сложно делается, для того, чтобы у нас добавилось светлое время, нам необходимо внести поправки в закон федеральный. Поэтому мы все необходимые процедуры соблюли, получили добро от Совета законодателей. Это одна из структур при Государственной Думе, которая проверяет место инициативы, одобрили нашу инициативу. Поэтому надеюсь, что сегодня депутаты ЗАГС-собрания проголосуют за то, чтобы ульяновцам наконец-то стало жить легче и светлее. Генерал Евгеньевич, основные причины. Чем мы проводились, выдвигая такую скандаловую инициативу? Основная причина, она понятна. Сегодня, после отмены перехода на летнее и зимнее время, в Ульяновской области сложилась ситуация, когда солнце слез слишком рано, а заходит тоже слишком рано. Поэтому светлое время суток стало по разным расчетам, в году от 170 до 200 с лишним часов меньше. Это причина, конечно же, основная, потому что человек, извините, животное дневное, поэтому он все-таки пребывает в бодром состоянии тогда, когда светло. И поэтому это было основной причиной. Садоводы, люди, занимающиеся активным образом жизни, очень не хватает светлое время суток. Ну, и, конечно, нельзя не применять внимание вещь, о которой говорят медики, что светлое время суток, вернее, уменьшение, скажется, отрицательно в психике и здоровье человека. Это первое. Второе. Мы анализируем статистику ГИБДД. Основная причина, скажем, с пешеходами 40% – это темное время суток. Представьте себе, что мы темное время суток сокращаем. Мы сохраняем, в конце концов, жизнь человеческий. И таких примеров достаточно много. Спасибо. 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 Спасибо.